Всем привет! Я Екатерина Бурмистрова, психотерапевт, хозяйка онлайн-школы, писатель. Сегодня поговорим про экстравертов и интровертов. Научная терминология, зачем она нам нужна, зачем нам знать, использовать какие-то странные слова. Дело в том, что экстравертность, обращенность снаружи, к внешнему миру, или интровертность, обращенность к миру внутреннему, определяет очень многое в поведении и подростка, и взрослого человека. У детей эта самая типология проявляется совсем не сразу. Только к 6-7 годам можно сказать, что да, ребенок скорее экстраверт или нет, но это точно интроверт. У подростков уже все более-менее отчетливо, но скачки в подростковом возрасте, вот эта принадлежность к одному или другому типу, очень-очень заметны. Знать и понимать, чем отличаются экстраверты от интровертов, нужно для того, чтобы лучше найти подход к ребенку и к тому, с кем вы живете, и сократить количество конфликтов по пустякам. Я считаю, что психология – это ваш инструмент в обычной жизни, и понимание психологии эмоций очень много может дать. Итак, кто такие экстраверты? Экстраверты – это люди, которые получают энергию, получают силы, получают положительные эмоции от внешних впечатлений. Жизнь экстраверта, она связана с тем, что он увидел, в чем он поучаствовал, с кем он поговорил, что он пережил, почувствовал, где он побывал. Если экстраверта лишить возможности передвигаться, общаться, узнавать новое, он будет чувствовать себя все хуже и хуже. Не потому, что он так специально, а потому, что он так устроен. Интроверты устроены противоположным образом. Интро – слово внутренний, они обращены вовнутрь. Любое событие, любую мысль, любое действие, они проживают сквозь призму собственных реакций. Для интроверта важна не ситуация, а его собственная реакция, его мысли, его эмоции, его чувства, возможно, его сны или ее. И мы не выбираем родиться экстравертами или интровертами. На самом деле редко можно увидеть чистые типы. Обычно у человека есть какой-то значительный компонент одного темперамента и небольшая добавка другого. Крайне редко, ну вот стопроцентный экстраверт. Значит, соответственно, уже зная вот это, что источники энергии экстраверта, внешние впечатления, события внешнего мира, общения, динамика, мы можем понимать, что если экстраверт заболел, сломал ногу, происходит ситуация типа изоляции, он лишен потока событий, ему плохо. У него все меньше сил, все хуже настроение, все больше придирок, упреков и конфликтов. Если интроверта лишить возможности переваривания, проживания, осмысления событий, он тоже становится нервным, раздражительным, в общем-то, в пределе несчастным. Учитывать это можно и нужно. Обычно взрослые и экстраверты, и интроверты все ходят на работу, но только экстраверты приходят с работы, такие довольно энергичные, с желанием поделиться эмоциями, поделиться событиями, рассказать, что было. Интроверт приходит с работы с одним желанием помолчать, побыть одному, каким-то образом это все переварить. Поэтому первое золотое правило, если ваш близкий интроверт и его работа связаны с перемещениями, с общением, с какими-то разными многокомпонентными делами, на моменте, когда он пришел домой, по возможности оставьте его в покое хотя бы там, идеально на 40 минут. Это время такой рефракции, восстановления. Но можно хотя бы на 15-20 минут. Если есть в семье дети, можно объяснить, что там папе нужно время прийти в себя, маме нужно время прийти в себя. Дать интроверту время и пространство в одиночестве, это значит дать ему энергию. С экстравертом по-другому. Он приходит, и ему важно, чтобы выслушали, чтобы им поинтересовались, чтобы он мог рассказать. То, что для экстраверта нерассказанное, оно как будто бы и не существует, как будто бы этого нет. Он не может до конца прожить, пока не поделится. Считается, что экстраверты думают, когда говорят. А если они не могут рассказать, они как бы недодумывают, у них события недопроизошло. Как считаете, нужно ли эту типологию учитывать? Я думаю, что да. Уже у школьников это видно. Пришли два школьника, там, погодки, скажем, из школы. И один бросил портфель и ушел в свою комнату, закрыл дверь, не хочет говорить. А другой прибежал на кухню и говорит, мамочка, у меня там было, а вот это было, а вот это было. А учительница так-то. Кто из них экстраверт, а кто интроверт? Понятно, да? Интроверт ушел в свою комнату. Если не выслушать экстраверта, он станет раздражительным. Он будет казаться, что его не любят, что им не интересуются. Если лезть к интроверту, пока он не насытился одиночеством, он будет все больше замыкаться. Это как-то раковина, которую чем больше пытаешься раскрыть, тем больше она закрывается. Вот такая на сегодня информация. Можете по шкале 10-бальной, где 10 – это максимально проявленное качество интровертности или экстравертности, а 0 – это вообще непонятно, поставить сейчас себе оценку. На сколько баллов у вас самих проявлена экстравертность или интровертность? Кто поставил сейчас 8 или 9, тем прям нужно очень внимательно поискать, почитать книги, может быть, пройти наш курс по психологии индивидуальных различий, чтобы лучше разобраться, что еще нужно для лучшего комфортного существования в семье, интроверта или экстраверта. Кто поставил одиничку-двоечку, возможно, вот эта типология экстравертности и интровертности не полностью описывает ваши качества, и вам нужно идти дальше, смотреть на 4-х частную структуру темперамента, холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Но первый шаг – понять, в какие моменты вам нужны люди, а в какие моменты вам нужно побыть в одиночестве. Если вы это признаете и поймете про себя, вы и другим людям в семье разрешите. Вот эти вот не странности, а на самом деле особенности. Быть разными – это нормально. Учитывать индивидуальную типологию, которую мы не выбираем, это тоже нормально. Спасибо. С вами была Екатерина Бормистрова. Спасибо. 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 Спасибо.